так я думал что я начну снимать ты первый начинка итак друзья тимур журавель и выслав будлянский мы первый комментатор который прокомментирует на новом стадионе тимур это вороне об этом это воронеж так тимур скажи пожалуйста когда-нибудь в своей жизни ты комментировал первый матч на стадионе который вот только открывать нет вот ответ нет я пытался вспомнить и понял что такого у меня не было так слушай такое бывает вообще я не знаю у комбинаторов крайне редко может быть раз в жизни в это не бывает совсем поэтому на втб арене динамской я не был на первом матче на открытие не был на первом матче лужниках не был на первом матче вот как доступные все мои стадионы все я правку смотри получается что ты для воронежа сначала придумал историю с наглецами и стал здесь легендой теперь ты открываешь стадион вопрос от всех жителей воронежа когда ты к нам переедешь знаешь удивительно что матч краснодар пакел я комментирую но из москвы так что ответ видимо никогда я готов сюда приезжать но жить все-таки дома время идет но популярность тимура в воронеже не падает по-прежнему все хотят сфотографироваться с тимур вот пожалуйста еще одно фото тимур я следующий раз буду продавать билеты на фотографию с тобой смотри 30 секунд 17 заградиму в общем сегодня болельщиков приглашали не на открытие стадиона на фотографии еще кто-нибудь сфоткайте с ним кто нибудь снимите тимура вообще просто кто-нибудь хоть один человек кого-то кого давай меня меня с тимур а можно вас вдвоем с тимуром конечно мы пришли сюда чисто пофоткаться до скажу ты все хорошо тимур мне кажется мы попали в западню какую-то там 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 скоро надо работать тимур 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 если бы одна фотография стоила 5 рублей то уехал бы отсюда на майпусе тимур уже близок тимур уже близок к тому чтобы уйти от болельщиков ну вот чуть-чуть осталось его еще одну фотку пожалуйста тимур все наконец тимур еще одну фотку тимур закрывайся закрывайся я не делаю подожди подожди вот сравни то что происходило по антуражу с тем что было два года назад одинаково вот один в один но вот так же много людей только с тех пор еще наглецы как-то я так было набрали ход как в том момент они тоже были но примерно мы с тобой так выходили со стадиона как сейчас ходили много людей которые смотрят футбол хотят сфоткаться ничего такого вот он новый стадион факел и кстати моя комментаторская позиция теперь переехал на том стадионе я был слева теперь я справа кстати я буду ближе к фанатской трибуне игре я тебя буду слышать представляешь послушать сегодня как будет а будут какие-то новые кричалки заготовленные вот к новому стадион новый кричал нет такого не будет мы постарались на новый стадион все перенести то самое важное что было и на старом так что все здесь будет то же самое у тебя есть какая-то самая любимая кричалка вот из всех тех что в арсенале она у всех одна любимая зимой и летом других нету другие другие есть конечно но это самое любимое так выглядит мое комментаторское место и цска выигрывает у паре нн кстати со счетом 3-0 но вот друзья смотрите глазами комментатора от бровки а здесь будет располагаться скамейка факела круто мне нравится ну что будут теперь ругать газон в воронеже или нет смотрите борс и крошка интересно что она не черная она вот кокосовую стружку что такое шесть пятьсот пятьдесят семь пятьсот пятьдесят восемь да это так настраивают гарнитур так раф раф ты меня слышишь из комментатора раф ты меня слышишь я когда-нибудь надеюсь что я сюда перелезу вот оттуда вот сюда смотрите огромное зеркало комментаторской чтобы комментаторы любовались собой тимур как часто во время эфира ты смотришь на себя ты знаешь что есть комментаторы которые гримируются перед радиоэфиром так что часто просто там кто-то очень важный сидит тимур поэтому аккуратно со словами друзья сердце любого стадиона это по трибунное помещение и обратите внимание как здесь все компактно вот здесь располагается раздевалка команды гостей и они будут выходить сюда и здесь располагается раздевалка команды хозяев файл и вот так они будут выходить давай види мой влог я тебе даю 10 секунд моего блога алена скажи подписывайтесь на мой телеграм подписывайтесь на лучший телеграм-канал ну так скажи как он называется мой конечно лепская как же еще как тебе газон давай как специально все идеально просто нереально сегодня будет здесь самая лучшая атмосфера потери вчера зарплату дали друзья посмотрите на легенду спортивной журналистике александра пшеничного скажи пожалуйста сколько времени у тебя ушло чтобы подготовить свою прическу к открытию нового стадиона но честно минуты 3 это годы опыта примерно такие же как у болельщиков факела когда не падешь в свою команду честно я в шоке покажи табло 19.06 до начала игры час здесь примерно 50 процентов если не меньше да уже болельщиков и это очень круто вот поэтому факел должен быть в премьер-лиги в общем теперь на матчах факела кормят журналистов здесь есть кофе-машины угадайте кто съел последний пирожок обычно ем первый но пришлось удовольствоваться последний слушайте ну кайф антон я тебя это просто кайф это кайф привет дорогой привет 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 силы он он Димор, ты хотел бы отсюда комментировать? Да. Переноси. Ребята, это туман. Это туман на новом стадионе. Ребята, это туман. Ребята, это туман. Сейчас очень смешной момент. Трибуны очень бурно отреагировали на информацию о том, что поле засыпано не резиновой стружкой, а кокосовым. И совсем скоро матч начнется. Знаете, вот что прям сильно бросается в глаза? Это вот два огромных экрана, на которых в том числе показывают и болельщиков, и болельщики. Для них это новинка. Они на это реагируют прям с таким хорошим удивлением, с приятным удивлением. Это прям кайф. Футбол на новом стадионе – это совсем другой футбол. Итак, концовка первого матча. Патил, к сожалению, для всех воронежских и болельщиков он выступает с отсчетом 0-2, а мы идем по трибуне, потому что надо интервью брать. Сейчас возьмем интервью лучшего игрока, это Сонтамур Адбакаева. И зона для интервью, она позволь. Тимур сегодня целый день раздает какие-то интервью. Какие интервью я раздаю? Второе. Ты сам что-то снимал, потом тебя снимают. Когда ты записываешься на свою камеру, это не интервью. Тимур, твои впечатления от этого стадиона с точки зрения работы как комментатора, как болельщика и, в принципе, насколько комфортно здесь находиться? Очень классный стадион, мне это напоминает Англию, действительно. Он компактно, близко к полю. На комментаторской все отлично видно. Единственное, здесь так называемый аквариум. Я думаю, что, может быть, лучше, если это будет открытая кабина на трибуне. Может быть, мы над этим еще поработаем, чтобы быть прям в гуще этого шума, а не за стеклом. Вот это единственный нюанс, который меня не устроил. В остальном, по-моему, это дико круто. Друзья, ну вот и закончился первый матч Факела на новом стадионе, который так и называется Факел. Да, проиграли, но мне кажется, что для тех болельщиков, которые ждали этого открытия, все, кроме футбола, получилось. Потому что новое ощущение, новый стадион, он действительно классный, крутой. И близость трибуна к полю, это, конечно, совсем другая история. Мне сегодня понравилось здесь. И знаете, этот стадион всегда будет заполнен на 99%. Давайте пожелаем ему удачи.